Беседа с Ашилой Прабхупадой на утренней прогулке, 12 января 1974 года в Лос-Анджелесе. Прежде чем избирать себе кого-то в лидеры, необходимо знать положение лидера. Они это не принимают в расчёт. Сейчас они считают, что если лидер хитёр, то он достоин. Они думают, что политика, это означает обманывать, хитрить, и это хорошая квалификация. Ллойд Джордж как-то сказал, если политик себя не противоречит, то он осёл. Он должен быть непоследовательным. И здесь есть различие тасша в артамана все. Какое положение он занимает? Обрыв записи. Так было повсюду, особенно в Индии. Если человек не сознавал Бога, он считался негодяем, последним негодяем. Сейчас этого критерия уже не существует. Сейчас, если человек сознаёт Бога, если он говорит о Боге, его считают примитивным невеждой. Они думают так. Разве нет? Они считают, что они реалисты, а мы оторваны от реальности. Кто реалист? Они думают, что люди, которые верят в Бога, они реалисты. Тогда что значит быть реалистом? Трудиться ради социальных реформ или политики. Они считают, что это быть реалистом. Что значит реформа? Постоянная реформа? Тогда где совершенство? У них нет стандарта. Каков стандарт, эталон реформы? Какова цель реформы? Этого они не знают. Откуда прилетел этот лебедь? Здесь есть возможности для их существования, да. Рупануга Махараш сказал, что сейчас по стране шесть преданных баллотируются на политические посты. Надеемся, что они делают это только для того, чтобы вывести сознание Кришны на политическую арену. Он один из них? Да, он один из них? Нет, нет. Не Рупануга Махараш. Я один из них в этой зоне. И на какой пост ты собираешься претендовать? В Конгресс Соединенных Штатов. Будешь сенатором? Конгрессменом. Есть два кабинета у законодательной власти. Сенат и Палаты представителей. От каждого штата по два сенатора, независимо от населения. От Палаты представителей один человек из многих сотен тысяч является представителем. Это как в Англии Палата общин. И сенатор выступает от Палаты лордов. Да, правильно. Образ записи. Есть два подхода. Один — это очень смелая проповедь. Без каких-либо ограничений мы ясно заявляем о своей позиции. Другой подход — это там более такая адаптированная проповедь. Мы будем говорить, если нас изберут, то мы восстановим молитвы в школах. И не более того. Мы не будем больше этого говорить. Почему в школах? В каждом доме? Несколько лет назад была большая полемика. Раньше, в начале каждого дня, в школах молились. Затем одна демоничная женщина, атеистка, пользуясь своей властью, побудила Верховный суд действовать против Конституции. Сейчас в школах не позволяют уже молиться. И если мы внесем поправки в Конституцию и скажем, что да, мы можем разрешить молитвы в школах, тогда это будет разрешено. Даже если позволят молиться. Если у людей не будет научного знания о Боге, это не поможет. До сих пор в церквях молятся, но, видим ли мы улучшение, это становится чем-то уже избитым, затасканным. Для этого необходимо обучение. Тогда целью нашей политической кампании должно быть образование общей массы людей в принципах сознания Кришны. Да. Это возможность дать людям образование. Вначале нам может не сопутствовать успех, но это хорошая проповедь. Мы получаем выход к общей массе людей. Обрыв записи. Как правило, они избирают конгрессменов, чтобы решать разные социальные проблемы, существующие в обществе. В процессе нашей кампании должны ли мы показать им практическое применение философии, которая решит все их социальные проблемы, или мы должны проповедовать философски? Нет, мы должны проповедовать. Прекратите все это. Недозволенные половые отношения, азартные игры, употребление мяса. Практически. Учите их этому. Это настоящая социальная проблема. Нужно ли мы также пытаться ввести этот закон сразу, чтобы закрыть скотобойни? Нет. Если вы хотите, чтобы лидеры были хорошие, вы должны пособствовать тому, чтобы сами избиратели были свободны от всего этого, от всех этих грехов. Иначе не может быть и речи о хороших лидерах. Об этом речи не может идти. Первый принцип – это вот этот. Например, пациент должен следовать предписаниям врача. Если он определенным правилам следует, запретам, тогда он излечится. Если же он продолжает жить, как раньше, то нет смысла советоваться с врачом. Поэтому первое, что должно содержать наша программа, если вы действительно хотите настоящего лидера, если вы действительно хотите сами стать хорошими, то вы должны отказаться от этих четырех грехов. В противном случае все ваши схемы, ваши планы потерпят фиаско. То есть вы должны сказать людям, что если нас изберут, мы пытаемся закрыть скотобойни? Нет, это другой вопрос. Почему вы должны говорить, революцию создавать? Просто говорите, не ешьте мясо. Это уже автоматически закроет бойни. Если вы скажете, закройте скотобойни, они подумают, что, как это называется, радикалы, да, идеалисты. Они посчитают вас таковыми. Но если вы сможете побудить их, повлиять на них, перестать есть мясо, если они согласятся с этим, то автоматически бойни закроются. Если мясо перестанут покупать, бойни закроются сами. К примеру, Ганди начал движение несотрудничества. Он сказал, не сотрудничайте с английским правительством. Почему? Потому что британцы правили Индии при сотрудничестве индийцев. В противном случае, как они могли бы править? Военные были индийцами, полиция была индийской, секретариат, те, кто работали в офисе, клерки, все они были индийцами. Но они все строили так, что они сотрудничали с ними. И Ганди пошел на этот шаг. Перестаньте сотрудничать, тогда англичане уйдут сами. На этом было основано его движение. Точно так же, если мы дадим образование людям, вы должны найти такого лидера, который свободен от этих грехов. Тогда вы будете счастливы. И вы сами тоже оставьте все это. В противном случае, как вы сможете избрать такого лидера? Вот какой должна быть наша реальная проповедь. В противном случае, они подумают, что они мешают нам наслаждаться, они портят нам счастливую жизнь, а эти люди ни на что не годятся. Вы должны объяснить, что если эти грехи будут продолжать совершаться, вы не сможете стать счастливыми. Если мы попадем в милинстерство, люди спросят у нас, что мы собираемся прежде всего сделать. Насколько есть много других представителей законодательного собрания, много других сенаторов. Они скажут, что вы лишь один человек. Как вы сможете изменить страну, если мы вас изберем? Я знаю об этом. Поэтому внутренне мы не стремимся занять этот пост. Мы хотим образование людям дать. Даже если вы окажетесь на этом посту, вы не сможете ничего сделать. Даже если вы сдадите манифест, закройте бойни, если вас изберут сенатором, вы не сможете этого сделать. Потому что большинство будут против этого. Если вы скажете, они просто рассмеются над вами. Что это за чушь он несет такое? Поэтому даже если вы издадите какой-то указ, вы не сможете его осуществить на практике, потому что вас задавит большинство. Но вы можете учить их общим принципам. Или, конечно, вы можете попробовать. Ничего плохого там нет. Есть в этой стране есть много людей, которые хотели бы вести молитвы в школах. Даже если они не понимают смысла этих молитв. Они на сентиментальном уровне привязаны к этому. Если мы попытаемся вернуть эти молитвы в школах, но без основы в этих молитвах нет ценности. Но, по крайней мере, большинство людей изберут нас, основываясь на этих сентиментах, что мы за молитвы в школах. Это хорошо. Молитвы советуют, видимо, молиться – это неплохо. Но до тех пор, пока человек не очистился, это многого не изменит. До сих пор люди молятся в школах, но мы видим, что церкви закрываются. Но, по крайней мере, люди могут получить верное направление до какой-то степени. Но как только вы говорите «молитесь Богу», они рассмеются. Они будут смеяться. Что за Бог? Какие молитвы? Но какие-то люди не будут. У каких-то людей, по крайней мере, какая-то сентиментальная привязанность к Богу есть, и они хотели бы видеть в школах какое-то подобие молитвы, по крайней мере. Сделайте что-нибудь практическое. Молиться – значит повторять Святое Имя Господа. Если у вас нет Святого Имени Господа, мы вам дадим его. Вам не нужно ничего тратить, платить. Вы ничего не теряете. Почему бы вам не попытаться повторять Харе Кришна? Это достаточно разумно и логично. А разве нет? Если они действительно будут повторять Харе Кришна, то автоматически молитва и все остальное придет. Но они не позволят этого сделать в школе. Есть закон, который запрещает это официально в школу. Вы можете ввести это. Мы должны за это сражаться? Да. Сейчас в школах сенатор установил какой-то день для молитвы, да? Один день? Да, один день. 30 или 31 апреля. Если правительство хочет молитвы, то почему они запрещают это в школах? Это противоречие. Отожите на это. Они приняли этот закон по неопытности. Теперь они получили опыт, что это не помогает. Поэтому они вводят молитву. Почему бы вам на это не указать? Да, мы должны попытаться это сделать. В противном случае, какой смысл снова вводить молитвы? Они уже получили опыт, что без молитвы все терпит фиаско. Это факт. Укажите на этот момент. Да, школы разваливаются. Очень много преступностей среди детей в школах. Правонарушений. И даже учителям приходится покидать свои классы, кабинеты из-за насилия со стороны учеников и недостаточных коммуникаций с студентами. Я вижу, что в Индии сейчас полиция регулярно сидит на экзаменах в зале приема экзаменов. Какой смысл в таком образовании, если даже полиция уже постоянно сидит, а не просто охрана? Потому что из-за экзаменов совершаются убийства. Только представьте себе, иногда кто-то хочет записать, и тех, кто сидят и следят за экзаминирующимися. Потом они ловят их и иногда убивают. В Калькутте до сих пор так происходит. Я был на экзаменах. И люди на самом деле очень боятся, чтобы их не поймали потом. Но сейчас я слышал, что правительство Индии планирует изменить систему экзаменов. Как изменить? Они вводят систему оценок, как в Соединенных Штатах. И ученики могут сидеть с открытыми учебниками и не бояться переписывать. Да, это здравый смысл. Обрыв записи. Проплупада сравнивает самолет с птицей. Посмотрите, птица сразу взлетает. А на самолете человек должен поставить самолет в определенное положение, разогнаться до скорости во столько-то миль, и затем только взлететь. Это имитация. У самолета тоже есть крылья, но крылья птицы могут складываться. А у самолета они не складываются, поэтому нужно столько места. Как стервятник шеллопрепад. Когда стервятник хочет взлететь, он должен пробежать какое-то расстояние, как самолет, он не может подняться в воздух сразу же. Ну, вы ученые, как стервятники. Вы подражаетесь стервятникам. Это символ Соединенных Штатов. Орел. Хищная птица. Ну, наш символ тоже Гаруда. Большой орел. Да. Гигантский орел Гаруда. И вы знаете, Гаруда не вегетарианец. Вы знаете об этом? Он ест змей. Да. Он не вегетарианец. Если вы становитесь искренним, преданным, таким как Гаруда, то вам может быть позволено даже быть не вегетарианцем, если вы не можете от этого отказаться. А Гаруда является джива таттва или он экспансия? Нет, он джива таттва. Нитта-сидга. Обначает ли это, что в духовном мире есть какие-то души, которые могут попасть под влияние майя, а какие-то души не могут? Да. Этот потенциал всегда есть. То есть в этом разница между джива таттвой и вишна таттвой? Да. Поэтому вишну таттву называют отчюта, непогрешимой. Обрыв записи. Если перенестись от политики в мир теологии, один из самых непонимаемых отрывков в западных писаниях, самый спорный вопрос – это начало книги Иоанна, где говорится, что вначале было слово, и слово было с Богом, и слово было Богом. И это греческое слово там «логос». Многие люди говорили очень многое о этом отрывке, никто по-настоящему не понимает. Они не могут понять Абсолюта. Бог и Слава Бога. Они не отличны. В противном случае, почему мы так подчеркиваем Бхагавадгиту? Потому что Бхагавадгита – это Слава Бога. И это все равно, что Бог. Абсолют? Абсолют, да. Мы тоже так говорим. Мы говорим, что вначале был звук Ом. Да. Шабдат Анаврити. В Веданта Сутре говорится «шабдат Анаврити». При помощи звука. Далее там говорится, что Слово спустилось на землю и жило с человеком, как Иисус Христос. То есть это Слово жило с людьми в образе Иисуса Христа. Иными словами говорят, что Иисус Христос – это воплощенное Слово. Воплощенное означает «воплоти». То есть Он пришел, не зашел воплоти. Хорошо. То есть с нашей позиции сознание Кришны, это означает, что тот, кто является джагат-гуру, кто является живой шастрой, и поэтому Он не отличен от Слова Бога. Да, потому что Он следует Словам Бога. Поэтому Он не отличен от Слов Бога. Это практично. Как, например, адвокат или юрист не отличен от закона, поэтому его называют юристом. Ну, вы говорили сегодня на лекции, что они обманщики, они просто называют себя адвокатами, юристами, но вместо этого нарушают закон. Да. В наше время большой адвокат – это тот, кто может тактично нарушить закон. Это считается хорошим адвокатом. Они находят какую-то заковырку в законе и выигрывают дело. Человек совершил убийство, все знают об этом. Если адвокат может его вытащить, то он считается хорошим адвокатом. То есть он знает, как обойти закон, как его аннулировать. Вот это считается хорошим адвокатом. Мы видим, что наше правительство состоит из адвокатов на 50 или на 60 процентов. Как Никсон? Да. Почти все, как Никсон. Каково положение Никсона сейчас? Он становится более популярным. Каким образом? Но он не может быть менее популярным. Сейчас ничего не происходит, и он единственный доступный. Поэтому он становится более популярным. Люди забывают. Да. Они все обманщики, и поскольку он обманщик, они чувствуют, что он один из них. Да. Это называется представитель. Да, люди стали обманщиками, поэтому их представитель тоже обманщик. Вы можете смело проповедовать. Без молитвы это не поможет. Без молитвы Господу. И молитва означает повторение имени Господа. Вы ничего с вашей стороны не теряете. Если вы только приобретаете, то почему вам не попробовать? Это обернется вам хорошим благом, им все равно ничего больше терять. Но если вы произносите имя Бога, то вы только приобретете. И что в этом плохого? Произносите его, увидите плоды. Но они должны следовать также четырем регулирующим принципам. Вы можете советовать, даже если они не следуют. Позднее они будут следовать, если они будут повторять Святое Имя. На нашей воскресной программе, как правило, гости, которые приходят, они не следуют четырем принципам. Но когда они приходят, они очень счастливы. Хочу спросить у вас, когда вы будете свою кампанию начинать, у вас будет возможность спеть Святое Имя, Киртан? Или вы просто будете говорить без Киртана? Нет, у нас всегда есть Киртан. Мы не будем говорить, не проведя сначала Киртан. Но, тем не менее, нам приходится говорить с ними. Нет, вы можете говорить, но прежде всего Киртан. И просите их присоединиться к Киртану. Возможно, нас будут знать как партия Харе Кришна, так же, как нас сейчас знают как движение Харе Кришна. Продолжение следует...